В эфире новости в студии Игорь Липский. Здравствуйте. Говорим о главном к этому часу. Число пострадавших в ДТП с автобусом увеличилось до 25 человек, среди них трое детей. Департамент здравоохранения продолжает уточнять данные по аварии, которая произошла накануне на Судогодском шоссе. Самые тяжелые травмы получила 41-летняя женщина. Она в реанимации. 9 человек в состоянии средней тяжести госпитализированы в травматологию и нейрохирургии Красного Креста. На место аварии выезжали 6 бригад скорой помощи. Жизне троих детей ничего не угрожает, но двоих тоже пришлось госпитализировать. По предварительным данным водитель автобуса не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. По факту ДТП возбуждено уголовное дело. Следком оценивает действия водителя и проверяет, как компания-перевозчик содержала данный автобус. На место происшествия выехали следователи, следователи-криминалисты. Проводятся необходимые следственные действия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способствующие ДТП. В том числе будет дана оценка действиям или бездействию руководства в транспортном предприятии по соблюдению требований безопасности и услугу перевозки пассажиров. В Селивановском районе полицейским пришлось окунуться в ледяную воду. Все для спасения пьяного водителя, который вплавь пытался уйти от погони. Во время патрулирования в поселке Красная Горбатка сотрудники ДПС остановили отечественный внедорожник. За рулем сидел местный житель 19 лет. В ходе общения сотрудникам показалось, что молодой человек пьян. Ему предложили пройти освидетельствование. Парень с требованием не согласился и нажал на газ. Погоня с мигалками длилась недолго. Машина нарушителя вскоре увязла в снегу. Правда, молодого человека это не остановило. Бросив внедорожник, он попытался скрыться на своих двоих. Далеко не ушел. Попал в заболоченный участок реки. Из ледяной воды доставать нарушителя пришлось инспектору ДПС Василию Мироненко. Остаток ночи беглец провел в отделе полиции. За неповиновение законным требованиям сотрудников полиции нарушителю назначено наказание в виде административного штрафа в сумме 2000 рублей. Административный материал по факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения направлен для принятия решения в мировой суд. К другим новостям. Во Владимире на повороте в Радужной установили новые светофоры. Сейчас они работают в тестовом режиме. Новый дорожный объект должен сделать этот перекресток более безопасным. Подробности в нашем материале. Теперь, двигаясь из Радужного в сторону Владимира автомобилисты могут не бояться, что их кто-то не пропустит. Благодаря новому светофору такой маневр стал более безопасным. Заказчиком работ выступило управление ЖКХ администрации города Владимира. Новый светофорный объект установили в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Сумма контракта почти 2 миллиона рублей. Подрядчик смонтировал Г-образные опоры, установил 12 светодиодных светофоров с обратным отсчетом времени и дорожные знаки. Это очень важный объект, потому что здесь был очаг аварийности. Путем установки светофорного объекта мы надеемся, что аварийность снизится на этом участке. Была запланирована сдача объекта 12 числа. 12 числа он заработал. С новым светофорным объектом уже познакомились некоторые автомобилисты и остались довольны. Именно на этом месте конкретно очень важна мера. Светофоры давно надо было ставить. Поэтому я считаю, что он очень здесь важен. Нет, аварий не было, но все время приходилось-то как-то вот все время как бы проскакивать, так сказать. А сейчас прошу. Ты не пропускал? Нет, тут как бы правила не нарушаешь, но постараешься выбрать такой вот участок, где просто вот приходится. Сложно проезжать было. Глава города Владимир Дмитрий Наумов рассказал, что вопрос по снижению аварийности на этом участке дороги в мэрии стоял на особом контроле уже давно. Обсуждались разные варианты решения проблемы. В мэрии подчеркивают, сейчас новый светофор пока работает в тестовом режиме. Смотрим с управлением дорог и с нашим управлением ЖКХ, как будет здесь реализовано транспортное движение, будет ли или нет перегрузка, возможно ли заторы. То есть сейчас пока именно в тестовом режиме мы его запускаем, потому что нужно будет еще делать соответствующую разметку и все остальное. Поэтому на сегодняшний день смотрим, как грамотно организовать движение. Дмитрий Наумов поручил руководителям городского управления ЖКХ организовать постоянный мониторинг транспортного потока. Движение будет фиксироваться в трех направлениях – в сторону Мурома, Владимира и города Радужный. Достаточно большой ежедневный поток, по несколько тысяч в день, и здесь у нас проходит транспортных средств. Поэтому без регулирования светофора с выезда с прилегающих территорий, с учетом строительства нового комплекса госпиталя, поэтому ковидного. Поэтому получается, что здесь нам надо будет вопрос этот решать дополнительно. Но на первом этапе задачи выполнены, сейчас осталось мониторить и уже смотреть, что мы будем дальше предпринимать для улучшения этой ситуации. По данным последних замеров, среднеинтенсивность движения на этом Т-образном перекрестке во всех направлениях превышает 900 автомобилей в час, а в сутки этот показатель составляет 22 тысячи транспортных средств. В мэрии уверены, новый светофор сделает движение на дороге более безопасным. Игорь Липский и Сергей Власов. Общеобразовательным организациям Владимирской области несколько часов назад вручили ключи от школьных автобусов. На площадке перед Белым домом 37 новых машин. Ключи руководителям школ вручает губернатор Александр Авдеев. Автобусы закуплены за счет федерального бюджета. Выполнено обязательное требование, чтобы они были отечественного производства. Уедут автобусы практически во все районы Владимирской области. Ежедневно более 10 тысяч ребят добираются до места учебы на школьных автобусах. Родители себя чувствуют спокойно, когда ребенок едет в современном, нормальном автобусе, в технически исправном состоянии. Но школьные автобусы у нас выполняют и много других социальных функций. Это дополнительное образование, соревнования иногда спортивные и так далее. Поэтому трудно сейчас себе представить жизнь на селе без школьного автобуса. Продолжаем выпуск. 25 лет исполняется президентской программе подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства. Она успешно реализуется и во Владимирской области. Эта программа – настоящая кузница талантливых управленцев для экономики России. Среди ее выпускников – директора предприятий, успешные предприниматели и государственные служащие. Отметить юбилей программы в нашем регионе собрались те, кто стал ее участником в разные годы. В рамках стратегической сессии они подготовили предложения по развитию экономики Владимирской области, которые представили жюри. Один из проектов касался событийного туризма. Выпускники предложили составить фестивальную карту региона, которая поможет презентовать уникальные особенности городов области. В каком-то месяце или времени года мы объявляем, например, неделю городов Владимирской области. И на пешеходной улице в центре города мы делаем мероприятия в несколько дней, посвященные конкретно какому-то городу, допустим, Муром. И у нас здесь будет и Муромский квас, и так далее. То есть рассказывать будут представители этого города, в том числе и Малый Зеленый Винс, который будет интересован в предложении своих продуктов, о том, что у них есть. За время существования президентской программы в нашем регионе ее прошли более 700 управленцев. Среди них заместитель губернатора Владимир Куимов и вице-спикер областного парламента Роман Кавинов. Программа, безусловно, многое дала мне как для личностного роста, так и для, как это сейчас называется, обширного круга контактов и социальных связей среди управленцев, среди руководителей Владимирской области. Это, безусловно, сама по себе ценность. Ну и, в общем-то, управленческие знания, в чем они хороши, это универсальные знания. И, на самом деле, если теорию применять, неважно, где-то в бизнесе или в государственном направлении, в муниципальном направлении, управленческая теория работает везде, если ее умело. Зажигательные танцы, необычные увлечения и отличное знание детских сказок. Во Владимире впервые прошел конкурс «Ану-ка, дедушки». За звание лучшего в культурно-досуговом комплексе в микрорайоне Юрьевец боролись шесть конкурсантов. Все они не только успешно воспитывают внуков, но и не стесняются выступать на большой сцене. Оксана Любимова расскажет подробнее. Под громкие аплодисменты зала они поют, читают стихи и соревнуются в меткости. Первый городской конкурс «Ану-ка, дедушки» придумали сами участники. Организаторы, не задумываясь, поддержали предложение активных пенсионеров. На протяжении нескольких лет супер бабушки проводим. И вдруг к нам подходят мужчины-болельщики и говорят, интересно, вы почему-то только с одними бабушками занимаетесь, а где же мы, девушки, нам тоже надоело лежать на диване. Мы уже, по-моему, они здесь зажгли, зажгли, уже и болельщики их зажгли, и сами участники их зажгли. Больше недели шесть участников готовили выступления и презентации. Дважды дедушка Михаил Сидоров говорит, соревнования стали отличным поводом перелистать семейные альбомы и вспомнить навыки компьютерного монтажа. Предложили выступить, и я думаю, чем черт не шутит. Мне пришлось пересмотреть массу фотографий, чтобы сделать презентацию, подобрать музыку к ней и все это скомбинировать и выдать на сцену. Мне понравилось. Ну, главное, живое общение с людьми. Поддерживает зал очень хорошо, аплодирует. Ну, просто чувствуешь поддержку, искованность проходит. В конкурсной программе несколько творческих туров. Каждый участник представляет свой талант и увлечение. Один корабли делает, другой консервирует, а третий занимается фотографией. То есть они все разные, но они все очень-очень люди творческие. В жюри мы сидим, мне кажется, мы больше переживаем, нежели сами наши конкурсанты. Идею Союза пенсионеров поддержали и в городской администрации. Проект стал одним из победителей конкурса на получение муниципального социального гранта в 2022 году. В зале у каждого участника группа поддержки. Конкурсантам подпевают даже члены жюри. Хотелось бы сказать, что это мероприятие проводится в рамках городского гранта. Именно городская администрация поддержала общественную организацию, союз пенсионеров в этом направлении. Необыкновенные люди участвуют в этом конкурсе. Все конкурсы, особенно когда участвуют люди зрелого возраста, приносят здоровье, эмоции и счастье. Я жду, что зрители получат необыкновенное удовольствие и уйдут действительно счастливыми. Николай Лапшину 76 и он впервые танцует цыганочку на сцене. Говорит, актерскому мастерству научили внучки на домашних спектаклях в дачном саду. Ну, это для меня, так сказать, задание на будущее даже. Вот из этого надо мне взяться за себя еще. Все-таки, ну как, несмотря на то, что мне 76 лет, но двигаться мне надо полегче все-таки. Все еще впереди. Все участники получили награды в разных номинациях, а победителем стал дедушка пяти внуков Вячеслав Гадалов. В Союзе пенсионеров рассчитывают, что конкурс «А ну-ка, дедушки» станет традиционным и в следующем году соберет участников из разных районов области. Оксана Любимова и Евгений Адамов. Пассажиры старше 60 лет смогут ездить в поездах дальнего следования со скидкой. Ее размер составит 15%. И билеты по льготной цене будут продаваться в купейные вагоны. Такое решение принято железной дорогой для того, чтобы россияне этого возраста могли путешествовать по стране с большим комфортом. Купить билеты можно уже сейчас, а совершать поездки с 10 января. Скидка будет действовать до конца 2023 года с небольшими перерывами. Для ее получения необходимо предъявить паспорт. При оформлении электронного билета скидка будет применяться автоматически после ввода информации о дате рождения. Во Владимире в канун Нового года начнет работу традиционный елочный базар. Купить главный атрибут праздника можно будет уже в пятницу 16 декабря. Разместится базар на улице Батурина перед входом в Центральный парк. А вот с 20 декабря торговля елками начнется и в других частях города. Базары появятся на проспекте строителей, улицах Василисина и Лескова. Работать они будут до 31 декабря включительно. Кроме того, купить елку можно будет и в крупных торговых центрах Владимира. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Продолжайте следить за развитием событий на нашем сайте и в социальных сетях. Напоминаем, что сегодня в 19.00 прямая линия с губернатором Александром Авдеевым. Публиковать вопросы можно в комментариях к постам губернатора, сопровождая хэштегом «Вопрос Авдееву». Или задать лично по телефону во время прямого эфира. А итоги этого дня подведем ровно в 22 часа. Оставайтесь с нами.